Ну что, пацаны, промо-оборотни вовсю у нас штурмует FIFA 23. Уходило очень много карточек, которые хочется затрясить, в частности, вратарей. Нужное количество лайков поставили, а это значит, что вам тоже интересно будет посмотреть, что же из себя представляют вратари на поле FIFA 23. Без лишних вступлений я готов представить этот сумасшедший состав. На воротах у нас Леандро Кабрера. В прошлом он полевой игрок, то ли цопник, то ли защитник был, точно не помню. Метр девяносто, невероятные таланты. Но у меня только один вопрос. Почему он? Абсолютно неинтересная бездельная карточка. Яшеньки, вкидываем классный мув. Даете карточку оборотня Уолкеру и все счастливы. Справа у нас ЗА стоит. Статки неплохие, на физухе, с корпусом. Будет интересно затестить эту карточку непосредственно на правом защитнике. Собственно, невероятная парочка центральных защитников. Эмилиано Мартинес, которую многие возле меня видели после его перформанса на чемпионате мира. И рядом с ним будет стать Ачоо. Да, два голкипера на центральном защитнике. С ума сойти. Слева Рикельми. Супер неиграбельная карточка в свое время. А теперь смотрите, его даже на ЛПшника можно перестроить. Но будем тестировать сегодня на ЛЗшники. Статки прикольные. Дальше у нас Тони Кросс, которого я забрал с заданием. Сегодня будем также тестировать в этой командехе. Клаудио Браво. Она выполняла там кучу заданий. Забрала эту карточку. В подарок мне дали оборотня Альвареса. Спасибо вам большое. Пять финты. Три на слабой. Скорость 97. Удары 93. Также у нас в команде есть Упамикана. Я думаю, догадываетесь, он тут зачем. Чтобы линковать Мануэля Ноэра. На 10 матчей есть он не арендованный. Скорость бешеная. Удары 96. Я смотрю на это и просто охреневаю. Опять же, это выглядит как какое-то сумасшествие. Но такое прикольное. У меня прямо есть чуйка, что сегодня будет забавный ролик. И, собственно, Петр Чех. Командеха. Выглядит вот так вот. Я старался по максимуму пихнуть игроков. Всех вратарей. Сыгранность общая из 33. До этого у меня другой сквад был, где была фул сыгранность. Он сейчас у меня на экране. Но повыходили новые карточки вратарей. Я решил, собственно, вот такую Тиму соврать. А, кстати, Рейну забыл еще упомянуть. Он также у меня есть в команде. Так, что, друзья. Заменочка у меня вот такая вот. Куча, опять же, игроков с сумасшедшими позициями. Ну что, будем тестировать в отборах к Weekend League. Надеюсь, у нас все получится. Заваривайте кофе, чай, получите что-нибудь поесть. Видосик, наверное, получится длинным. И, собственно, всем приятного просмотра. Ну и хотелось бы напомнить, друзья, вам. Экспонсор, как и мои хорошие легальные друзья из компании Pari, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте можете найти множество спортивных дисциплин. Отличные коэффициентики. И также у них есть удобнейшее мобильное приложение. А если вы еще и пройдете верификацию, до конца получите шикарный бонус фрибет на косарь. Ссылка в закрепленном комментарии. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Так, для общего понимания, в самом матче буду играть по схеме 4-2-2-2. Так, я даже форму тематическую нашел, вот такую-то ядрено-зеленую. Так, а это мой клиент, пацаны. Я до этого ни разу не играл голкиперами. Я вот оставил все прям напоследок, чтобы максимально были искренние эмоции. Начинаем с разводки. И Пепе Рейна не забивает. Прекрасное начало, я считаю. Так, Петер Чех. Так, блин, какие-то они неуправляемые пацаны. Йоу. На нахуй. Вот это удар от Петера Чехра. Так, Тони Кросс. Вот такой пас на Мануэля Нойера. Ну, Мануэль Нойера, я думаю, не простит. Шведка. Хорошо. Такой пас в одно. И Мануэль Нойер. Хорошо. Мануэль Нойер делает дубль. Еще один хороший пас на Нойера. Нойер бежит. И в дальний. Непонятно, какой счет. Непонятно, какая минута. Ну, это разминочный матч, как я понял. Соперник такой себе попался. Ну, тут можно пофаниться, пофинтиться. Вот так вот сделать. Типа, знаете, всякую хуйню позаниматься. Соперник, откровенно, проходной. Поэтому просто можно шоу устраивать. Ну, ладно, бывает. Это вратарь осуждать не будем. Ого. Ого. Соперник научился играть. И мой голкипер, кстати, сейв сделал. Ну-ка, еще один сейв он сделал. Так, ну что, первый разминочный матч подошел к концу. Нойер лучший игрок матча. Хэт-трик. Чех 1 плюс 1. И Тони Кросс. Два асиста. Так, второй соперник на сегодня. Арендованный Зубастик. Тут у нас Тони Кросс. Хорошо, Тони Кросс. Ломшотик. Ну-ка. Ай. Игра. Ты меня убить хочешь? А если у меня эпилепсия? Так. Так, пацаны, надо забить уже. Надо забить. Петр Чех. Да, я знаю, что он левша. Но при этом мог бы и забить. Как бы 4 слабые. Опасно. Хорош Кабреро. Кто? Роман? Он Роман? Я только сейчас узнал, что это Роман. Я всю жизнь думал, что это Рикельма. А это Роман, блядь. Опа. Вот здесь заброс может пройти. Хорошо. Петр Чех. Ну-ка. Левая. Хорошо. Петр Чех. Ништяк. Первый пошел, как говорится. Наконец-таки забили. Так, а можно Зубастика остановить? Сажать. Ох, какой ты крутится здесь. Мартинос. Давай, подходи. Оп. Блядь, Роман потерял позицию. Тут Зубастик. Хорошо, Кабреро. Хорошо, Петр Чех. Блядь, ну вот здесь реализация подвела. Ну так хорошо. И в тайминг все сделал. Обидно. Так, Тони Кросс сажать. Тони Кросс в центре поля, пацаны, машина. Не зря брал эту карту. Мануэль. Блядь, я слишком много моментов просираю. Как бы мне это боком не вышло. Так, Кросс снова отбор делает. Прошу заметить. Такой вот финтик. Вот так вот. Хорошо, Нойер. Еще разок. Блядь. Заигрывайся, конечно, этими финтиками на 5 звезд. Хорошо. Как разъебал, блядь. 2-0. Всего доброго. Чех и Нойер по Галешнику. Рейна и Тони Кросс по ассистику. Так, Мбапе в атаке. Мбапе бы остановить. Блядь. Жестко. Мартинес. Хорошо. Остановил Мбапе. О, как раз таки битва Мбапе против Мартинеса будет. У них же там это биф небольшой был. Чех. Вот так вот. И браво. И Кросс. И Нойер. И Кросс. Да блядь. Так, ну-ка. Давайте красотулечку Тони Кросс на Упамикану. Блядь, как плохо. Так, Рейна. Тест Пейса. Давайте посмотрим, как бежит Рейна. Блядь, ебать он бежит, пацаны. Реально бежит. Посмотрите, как бежит Рейна. Здесь можно вот так вот сделать. И на вот. Блядь, что ты будешь нахуй делать, Эдерсон? Заебал, блядь, ты меня. Так, браво. На Кросса. И Кросс. Ебать, что? Что, блядь? Я был уверен, что там офсайт. А в итоге, посмотрите, как все обернулось. Так. Кик-офф мы. Кик-офф надо сдержать бы. А то он что-то бежит и бежит. Ах ты недопрыгивающий. Хорошо. Толесов пустые практически не попал. Так, вижу вот здесь вот. Чеха. Чех. Какие у них пушки, пацаны. Просто жесть. Так, Нойер. На Клаудио. Браво. Браво пока что себя не очень проявляет. Не сказать, что он в центре внимания. Петр Чех тоже через себя. Но слушайте, тут можно и навесить. Потому что они все там 2 метра ростом. Вот-вот. Как бы для этого, да. Поэтому это не самая плохая идея. Вешать на голову Чеху. Блядь, Эдерсон просто псих. Ну пропусти. Ну по-братски. Ну пропусти. Ну пропусти. Не, ну он прям не хочет пропускать. Я уже как-то говорил, что Эдерсон. Вот эта вот его карточка. Спешлка. Это лучший кипер, которым я играл. Собственно, что он и доказывает сейчас на деле. Так. Это может все плохо кончиться. 2-0 легко может перерасти в 2-2. И потом вы сами знаете, в какую игру мы играем. Поэтому давайте забьем. Спасибо. А, это офсайт. Вот, собственно, о чем я вам и говорю. Кабрера. Вот так. Я хочу пробить за Тони Кросса. Как только будет возможность. Например, вот сейчас. Вот сейчас, например. Тони Кросс. Блядь, не зря я эту карту взял, пацаны. Какая же она кайфовая. Мне кажется, этот матч ему будет в страшном сне снится. Моему сопернику его голкиперы просто уничтожают. Мартина забивает головой. У меня реально имба, пацаны. Когда у тебя в составе все 2 метра роста. Ой, опасно. Опасно. Хорошо Кабрера. Это, конечно, не Эдерсон, но он тоже может поуебывать со своими сейвами. Вот такой заброс. Какой шикарный заброс от Рейна, пацаны. Вы только посмотрите. А тут Тони Кросс. Я думаю, он не простит. Я думаю, он не простит. О-о-о. Сам себя закинул. Ладно. Нойер. Соперник держится до последнего, я смотрю. Вы не подумайте, что я косплею Форза Резора. Я не играю в 8-м дивизионе. У меня фут чемпионс, если что. Так, ну что. Матч подходит к концу. Чех дубль. Нойер дубль. Кросс дубль из ассистов. Вот так вот. Так, а соперники сегодня подъедут вообще или нет? Обычно я прошу что-нибудь попроще. А можно вот сегодня что-нибудь посерьезнее? Так, Яшу на воротах. Три красной карты. Роналдинюм. Баппе. Ну, это явно мой клиент. Зидан еще. Сент Максимин. Ну, супер метовая команда. Это значит, что соперник что-то, наверное, умеет. Ой. 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 Отбор Мартинес. Хорошо. Блядь, соперник душит. Но это то, чего я хотел. Мне нужна была душка. То, что-то я расслабился. Вот такой заброс. Хорошо прошло. Без офсайда. Да ладно. Блядь. Ну, ебаный Рейна. Ну, это вот реакция, собственно, голкиперов. Как долго он сейчас перебрасывал этот мяч. Хотя я практически моментально нажал. Так. Ну, соперник лютый дрочер. Дрочит, блядь, этот стик просто туда-сюда. И дрочит, хочу вам сказать, успешно. И вот вам первый гол. Это Роналдиню. Блядь. Как же он дрочит, стик, пиздец. Блядь. ТТ привоз сейчас. Ебать. Красиво, красиво он мне уложил. Багар 0. Дрочит хорошо. Мы не сдаемся. Мы не сдаемся вот так вот на Нойера. И Нойер. Хорошо. 2-1. Пацаны, мы не сдаемся. Ну, смотрите. Ну, он издевается, наверное, вообще. Ну, ты охуел. Так, все, пацаны, настроились. Разъебать этого чувака. Он сошканул. Ебалу, вообще, блядь. Это самый быстрый дрочер на Диком Западе. Я вам отвечаю, блядь. Что за удар? Поспешил? Наверное. Хмя, как он душит. Как он душит. Пиздец. Я не успеваю просто. Это просто машина. Какая-то финтоплётовская. Опа. Заброс на Рейну. Хорошо побежал Рейна. Рейна бежит. Хорошо бежит. Хищно бежит. Ой, блядь. Ой-ой. Ой-ой. Как он дрочит, пацаны. Как он дрочит, блядь. Как эту душку остановить, блядь. Жесткий тип. Прям вообще, блядь. Бля, у меня игрок застрял. У меня игрок застрял. Я не мог подойти к Роналденю. Так. Тони Кросс. Какой он пас сейчас выдал? Пацаны. Это будет гол имени Тони Кросса. И все, он забьет. А он забьет. Это пенальти? Нет. Это не пенальти? Это не контакт, бля, пенальти, бля. Бля, как он меня обходит. Как от стоящего пиздец. Но голкипер сейчас меня обнимчил. Бля, я не знаю, что мне делать. Такой заброс на Чеха. Хорошо. Чех. Попробую, бля, попробую. Хорошо. Игра дарит мне шанс. Игра дарит мне шанс. 3-2. Топенник, конечно, лютый. Но, видите, раз игра дает мне надежду, может, попробует ей воспользоваться. Ну-ка. 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 Чех. Ну, пожалуйста, Чех, блядь. Ну, ёпт. Тихо. Мой мяч, мой мяч, мой мяч, мой мяч. Бля. Да, сложно, конечно, ими управлять. Блядь. Пробуем подать. Ну. Перекладина. Нет. Хорошо. Хорошо. В сайт, блядь. Так, выпускаю, чуваки, чисто под результат. Так, слушайте, там трехметровый ванжа. Ванжа. Ну, кто-нибудь добейте этот мяч. Блядь. Гэгэ. 3-2. Так, Рейна и Нойер по галешнику забили. Хотя в конце мы вроде перехватили инициативу, но, к сожалению, чего-то не хватило. Нихуя там какой-то гопник стоит. Пизды хочет дать. Так, ну окей. Какая-то сомнительная команда, если честно. Чем бы это могло быть связано? Наверное, с тем, что я отсосал только что. Игра решила мне бомжа подкинуть. Хотя раньше времени я не буду выебываться, а то я знаю, чем это обычно заканчивается. Хотя это вроде не тот случай. Тут соперник прям какой-то АФКшный. Нойер. 1-0. Ну, вот игра дает мне передохнуть. После лютого задрота дают мне бомжа какого-то. Вот такой вот пас на Чеча. Чеч бежит. А что, лонгшотик может за Чеча? А может быть с углового забить за Чеча? Ну-ка, угловые прям хорошо летят. Так, Нойер. Ну-ка. Есть позиция для удара. Есть гол! Блин, чё залетело? Чё залетело, ебать? Так, хорошо. Рейна. Дальше. На Чеха. Ой, как просто. Ой, как просто Чех. Чё? Вау. Это чё такое? Что происходит в этой игре? Алё. Какие-то странные вещи происходят в этой игре. Так. Ого. Тоти, Ванди, Джекей, Райкард, Чех. Ляо красный. Ух. Вот это потная командочка, пацаны. Вот такой заброс на Чеха. Чех перебрасывает, блядь. Чех не перебрасывает. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Полетел Нойер. Давай, брат, беги. Беги. На! Так. Я думаю, заброс можно на Нойера сделать. И Нойер! Хорошо. Наконец-таки пробили. 1-0. Ага, наебал. Наебал. Как тебе такое? Э, Фол. Чех! Ну вот реакции не хватает вот периодически. Вот сейчас я нажимал на удар до того, когда до него мяч дошел. Ну ему похуй вообще. Иногда вот им не хватает какой-то плавности анимации. Я думаю, это и так понятно. Входишь в штрафную. Хорошо. Вот здесь было супер просто. И Нойер, блядь. Так, Тони Кросс. Опа. Блядь, ну сколько моментов я еще буду рулинуть в этом матче. Опа. В тайминг забежал Чеч. Переброс. Переброс. О! Какой ужасный переброс. Как так можно плохо? Ну вот, собственно, опять ты вспоминаешь про то, что это вратарь, блядь. Ну так плохо перебросить, но я уж не знаю, блядь. Надо постараться своими там ударами за 90. Вот сейчас будет, блядь, история о том, не забиваешь ты, забивает тебе, да. Блядь, столько моментов проебал. Ладно, мы не выбираем легких путей. Поэтому играем дальше. Нихуя себе пассеты отдает. Сорлот. У него Сорлот вышел? Так, он же СЗшник, не? Или это обычно Сорлот Форвард? Я мало ли, что я в это верю. Заброс делаем. По идее, я должен добежать. Да, я добежал, пацаны. Оп. Ну вот, опять же. Я, типа, сделал все правильно. Перекатом убрал. Но он делал так это долго, что, вот, собственно, галкипер смог достать своими руками. Обидно, блядь. Ну, я не знаю. Вроде и весело. Вроде столько хуйни, блядь, вратари делают, что просто пиздец. Ну и меня моим же оружием разъебывает Райкард, блядь. Пиздец, блядь. Просто залетело все вообще нахуй. Просто все нахуй залетело. Так. Чех, ну-ка. Да, блядь, иди нахуй. Блядь, начинает раздражать уже. Почему так сложно забить? На нахуй, блядь. 3-2, ну-ка, иди сюда. Сейчас поиграем. Все, разозлили нахуй пандосы и фиксы еще. Пизда вам. Так, пацаны, нам надо выигрывать, поэтому делаем заменочки. Опа. Опа. Тяга Сильва. Тяга Сильва вышел на замену и сразу же забил, пацаны. О, нет. Ну, нет. Ну, не говорите, что мне тоже сейчас в ответ на атаке залетит. О! Ну, это подкат века, пацаны. Вот, говорите, что хотите, но лучше подката в своей жизни я не видел. Ой-ой-ой-ой. Нет, 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 пацаны. Не вздумайте пропускать на последний. Нет. Нет. Ну, почему ты стоишь и никак не реагируешь? Ну, дебила кусок, блядь. Так хвалил этого голкипера. В итоге стоит и никак не реагирует, блядь. Долбоёб, блядь. Хорошо, блядь. Мы живём в игре, блядь. Что за пот нахуй? Так, давайте Жиру на ЦЗ выпустим. Опа. Какой заброс, какой шикарный заброс. Давай-давай, Линкс, беги. Линкс, беги. Линкс. Линкс. Линкс пробежал. И Тиаго Сильва хэт-трик оформляет. Легенда. Какой же Тиаго Сильва лучше. Просто вышел и сразу же хэт-тричок оформил, пацаны. Кто там брал пак? Вы сделали большую ошибку. Ой. Сейчас я могу сделать большую ошибку. Так. Хорошо. Тиаго Сильва. Давай-давай-давай, братан. Давай-давай. Покрутимся. Вот такой вот ассист. Франковский. Блядь. Так. Кто там? Забегай. Забегай, блядь. Ну забегай. Хуй ты встал? Бля, ну тут ёбаный Ван Ди Джекей Тотти. Какой он жёсткий. Бля, он мощный прессинг врубил. Я не знаю, куда этот пас дать. Ебучий. Случай. Пиздец. Ой, блядь. Ой, блядь. Хорошо, блядь. Слишком много, блядь. Я говорю, простите, пожалуйста. Блядь, выноси этот мяч. Я не знаю, что мне делать. Там какой-то прессинг мирового масштаба. Вот такой пас. Бля, нет, это невозможно. Мощный прессинг врублен. Я, блядь, два паса связать не могу. Пожалуйста. Хорошо, Сократос. Блядь, ну отобрал. Ну депай, ну ты-то отобрал тоже. Блядь, два отбора, блядь, два на ногу. Блядь, пожалуйста, пацаны. Нет, нет, не вздумай. Нет, как я выбросил. Неудачно ломай, похуй. Это не фол. Лол, что? Ебать, я думал, это фол мне сейчас 10 красных дадут. Судей вообще похуй. Помните, я вам говорил про подкат года? Забейте, у нас есть новый подкат года. Опа. Пацаны. Все. ГГ. Это надо уничтожать. Это надо. 100 литров пота нахуй с меня сошло. На 120 мы все-таки забили. Ура. Да, не, не, не. Все, да, не, не. Все, все, все. Все. Да, не, 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 не. Да, не, не, не. Ну, блядь. Ну, ладно. Один, может быть, ты еще и забьешь. Один, может быть, ты еще и забьешь. Блядь, а он забьет реально. Он реально забьет. Но второй я тебе не дам. 6-5 на 120. Чего за матч я ваху. Тяга Сильва, лучший игрок матча. Вышел и хэт-трик оформил. Как вам такое? Что с ебалом, пацаны, которые взяли пак? Посмотрите, какую карточку вы упустили. Линкс 4 голевые отдал. Вот, собственно, и надарил Линков. Ну, по статистике я его переиграл. У меня 13 ударов, у него 9. Почему вот голкипер в таких моментах не прыгает? Почему он как дурачок смотрит на мяч? Посмотрите, что это за бред, блядь, ебаный. Ну, голкипер должен прыгать на мяч. Чего он стоит просто провожать его взглядом? Типа, о, мяч, прикольно. А что с ним делать? Даже не знаю. И тут проблема не конкретно в этом голкипера, а от того, что он был раньше полевым игроком. Такую херню я и с обычными киперами замечаю. Фу, финал достигнут, пацаны. Шесть матчей отыграл. Общая стата 5-1. Я вспотел как мразь. Поэтому давайте подведем итоги этого фанового склада. Кабреро в целом был неплохо. Он очень много достойных сейвов надел. И, по сути, вот, кроме последнего момента, где он просто мяч провожал взглядом, как бы доебаться больше не до чего. Поэтому Кабреро классный пацан. За мне очень понравился. Быстренький, толкается, пихается. В общем, все есть, что нужно классному крайку. Я даже не знаю, до чего доебаться. Рикельме тоже, в принципе, неплохо отыграл. Тоже не доебаться. Собственно, как и к защитникам. То есть Мартинес, он даже гол сумел забить, перепрыгнув на втором этаже. И от чего, в принципе, погоду не портили. В целом, типа, не сказать, что какой-то вау-эффект был. Ну, может, отчасти от Мартинеса. Но в целом, как бы, доебаться не до чего. Так, у Памиканыч в центре поля, сколько там? Шесть матчей, один ассист. Он как-то меньше всех был заметен в этом конкретно ролике. До этого я за него играл на страйкере, на своем бездонатном. На страйкере он выглядел лучше, чем, собственно, на ЦПшнике. Как-то защита 75 не впечатлила. А вот кто впечатлил, это Тони Кросс. Шесть матчей, один плюс семь. Ассисты раздавал вот так вот. Просто на ура. Ни чуточку не пожалел, что взял эту карточку. Так, браво. Один ассист. Типа, ну, вообще не впечатлил. То есть, он вроде и двигался неплохо. Метр восемьдесят четыре позволял, как бы, двигаться чуть круче, чем все остальные. Но в целом впечатлений таковых нет. Так, Рейна. Один плюс три. Чуточку получше. Учитывая, что это бесплатная карточка. По фану побегать. Почему бы и нет? Нойер. Шесть матчей, десять голов. Машина та еще. Очень много забивал. При этом много не забивал. Собственно, как и Чех. Какая там стата у Чеха. Шесть матчей, шесть плюс четыре. Вот так вот. Но по ощущению, как будто бы, в каких-то моментах Нойер был круче, в каких-то Чех. Но в целом их объединяет одна проблема. Они в прошлом голкиперы, очень большие, неповоротливые. С анимациями прям трагедия. Если вы любите маленьких, юрких футболистов, которые классно двигаются, то эта история не для вас. Если вы хотите пофаниться, получить удовольствие от каких-то разнообразных карточек, почему бы и нет? То есть, сам ивент, опять же, крутой получился. Я кайфанул от данного видеоролика. Надеюсь, вы тоже. В целом, к составу вообще никакого вопроса нет. Собственно, то, чего ожидал, то и получил. Может быть, даже предстоящую Викинигу каким-то подобным составом отыграю. Жду кампаса. Ну, типа, реально, этот парень просто обязан быть в этом промо. Потому что, опять же, я повторяю, что это уникальный случай, когда вратарь параллельно играл в атаке. И у него есть внутриигровые статы для нападающего. А, ну и, пацаны, я чуть забыл про тягу Сильвы сказать. Ну, вы сами видели, блядь. Вышел на замену и просто разъебал. Реально, очень прикольная карточка. 21 матч, 28 плюс 13. Учитывая, что он суперсабом выходит, то, сами понимаете. Депайчик очень крутой. За него 44 матча уже успел отбегать. Сократа, со-соу, честно. Типа, я вот на бездонатке за него поиграл. Какие-то нарисованные статы. Франковский, как суперсабчик норм. Линкс, ну, учитывая, что это бесплатная карточка, за два матча и четыре асиста отдал. Респект. За Савича я играл на третьем аккаунте. Тоже, в целом, по фанду поиграть можно. Журу погоду не портил. А вот за этих пацанов я как-то особо не играл. Ну, за бейкера играл. За бейкера могу сказать, что это неплохая карточка. В общем-то, друзья, такой длинный, долгий геймплейный ролик у нас получился. Если он вам понравился, оцените его Лукасом. Классные комментарии также приветствуются. Если вы хотите вторую часть состава с оборотнями, дайте мне об этом знать. Когда выйдет новая команда, оттуда что-нибудь наберу. И, собственно, соберу для вас какой-нибудь прикольный составчик. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Пандосов Иксович был на связи. И всем чао-какао. Пандосов Иксович был на связи.